После открытия четвертого моста улица Дубровинского возьмет на себя весь основной поток автомобилей, который поедет с правого берега на левый. А это значит, что при нынешней схеме движения в центре города могут образоваться огромные пробки. Чтобы этого избежать, сейчас в департаменте городского хозяйства прорабатывают несколько вариантов. Реконструкцию нового перекрестка на улице Дубровинского завершили. Теперь здесь движение регулирует светофор. Чтобы повернуть на декабристов, необходимо дождаться зеленой стрелки. Время дают и пешеходам. Перейти оживленный перекресток можно в нескольких местах. Сейчас здесь не так много автомобилей, но уже после открытия четвертого моста эта улица станет магистральной. И именно отсюда все машины уйдут на центральную улицу города. Специалисты, которые разрабатывали эту схему, утверждают, что первое время собираться пробка все же будет. Понадобится время, чтобы красноярцы привыкли. Я не думаю, что так сильно переустроится движение в городе, что все сразу поедут на четвертый мост. Это будет происходить постепенно. И четвертый мост, конечно, он будет в полной мере работать эффективно, когда будет построена улица Волочаевская. Сейчас это, конечно, временное решение. Будут определенные трудности, это безусловно. Но надо потерпеть, потому что мост большое дело. Теперь вот осталось большое дело, это улица Волочаевская. Принимать на себя поток с Дубровенского будут улицы диктатуры, пролетариата и Сурикова. Чтобы на последнюю было удобно, а главное безопасно поворачивать, на перекрестке установят светофор со стрелкой. А вот выводить из центра потоки в сторону двух мостов будет улица Перенсона. От республики до Карла Маркса ее сделают односторонней. С таким расчетом мы еще поднимаем дальнейшую нашу работу, чтобы уже в рамках развития уличной дорожной сети всего города, чтобы эти потоки в последующем выходили и смоделируем, когда мы дальше, в Октябрьский район и Советский район. Чтобы город не встал, необходимо изменить схему движения на некоторых улицах в центре города. Например, автомобили по Ады Лебедевой будут ехать в сторону от Горького до Сурикова. А на республике поток пустят в обратном направлении. Получается, что эти две улицы станут односторонними. Встречное движение на них уберут. На данном участке будет построено шесть новых светофорных объектов, которые выделены красным цветом. По новому мосту пустят и общественный транспорт. Это будет 31 маршрут. Специалисты провели исследование. Оказалось, что жители Свердловского района чаще всего ездят в Октябрьский. Поэтому необходимо организовать движение маршрута так, чтобы он проходил с Академгородка по Копылово, затем поворачивал на Декабристов и уходил на новый мост. Оттуда в микрорайон Пашенный и на Свердловску. Стоит отметить, что количество маршрутов, которые поедут по новому мосту, будут увеличивать. Мы с понедельника начинаем совместную работу с ИФУ с привлечением студентов по изучению пассажирских корреспонденций по всей сети города, во всех районах будет проходить данная работа. До конца октября она запланирована. Поэтому еще раз хотел бы обратиться к пассажирам на остановочных пунктах, отнестись к этому с пониманием, потому что действительно от этой работы будет зависеть очень много. Это только первый этап всех изменений, и их впереди еще будет много. Четвертый муж ждали долго, теперь придется привыкать ко всем переменам. Екатерина Погорелова, Алексей Овсянников. Новости.